Добрый день! Сегодня речь пойдет об удивительной сосне, названной в честь английского ботаника и натуралиста Джозефа Банкс. Помимо официального названия, эта сосна имеет еще огромное количество неофициальных. Сосна принцесса, сосна джека, сосна гузонного полива, дочь огня, щеголеватая сосна и так далее, и так далее, и так далее. Естественный ареал этой сосны простирается почти на всем североамериканском континенте. А в западной части ареала образуют целые низкорослые леса. Чем интересна эта сосна и почему сосне Банкса мы посвятили целый сюжет. Ну, во-первых, североамериканские сосны всегда привлекали внимание ботаников, ландшафтников и просто садоводов-любителей. К таким соснам можно отнести сосну веймутову, желтую сосну, но отдельным особняком стоит самая северная североамериканская сосна – сосна Банкса. Она есть в коллекции ботанических садов Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Барнаула и некоторых других городов. В Арбаретовом и Финляндии сосну Банкса выращивали с первых лет основания. А вот в частных садах, увы, она встречается редко. Есть две причины, почему вам не нужна или не подходит сосна Джека. Первая – это если у вас тенистый участок. Дело в том, что сосна Джека или сосна Банкса категорически не приносит малейшую тень. Вторая – если у вас сад в регулярном стиле и нет места природным формам, а предполагаются растения, выстриженные в правильные геометрические фигуры. Во всех остальных случаях я даже не представляю, как вы можете жить без Банкса. Сосна Банкса – довольно небольшое дерево неправильной формы, чем-то напоминающее природный бонсай. Она зимой и морозостойка, не боится засухи, а вот ее ветроустойчивость является очень полезным качеством в нашем с вами климате. Сосна Джека абсолютно нетребовательна к плодородию почв, однако грудон должен быть воздухопроницаемым, никакого переуплотнения почв. Банкса своего рода пионер по освоению бедных песчаных почв или участков леса после пожара. Возможно, именно за эти качества она попала в Европу еще в конце 18 века. Однако большой популярности не получила, так как сложно найти массовое применение сучковатой и искривленной древесины. Но нас с вами мало интересуют механические свойства древесины сосны Джека. Нам эта сосна интересна с эстетической точки зрения. Еще раз повторюсь, что она прекрасна, и это не только мое субъективное мнение. Знаменитый канадский художник Том Томпсон неоднократно делал Банксу главной героиней своих картин. Вспомните его последние работы «Сосна Джека или Западный ветер». Благодаря Томпсону многие канадцы считают сосну Джека сотворением несгибаемой силы духа своего народа. Да, Банкса хороша. Хороша в любом саду. Она может стать главным растением в вашем восточном уголке. Или украсить виресковый садик. Эффектно будет смотреться в одиночной посадке, благодаря своей несимметричной, слегка неряшливой форме. Также интересны сорта Банкса. Хотя они и немногочисленны. Основное их отличие от видовой – это более компактная или плотная крона. Чаще всего в садовых центрах можно встретить Артис. Это сорт до 3 метров высотой. Может иметь один центральный лидер или несколько стволов. Ветви раскинуты в разные стороны и сильно искривлены. Или совсем карликовый сорт – сенец ведьминой метлы, достигающий к 10 годам не более 60 сантиметров. Это маномет. Но даже видовая Банкса прекрасна сама по себе. Взрослые экземпляры усыпаны многочисленными когтеобразными шишками, которые не опадают даже после возревания семян. Шишки массово раскрываются исключительно при аномальных погодных условиях. Например, во время засухи или сильного мороза, но чаще всего при пожарах. Пожар убирает конкурентов и прогревает почву. Конечно, во время пожара материнское растение погибает, но многочисленные молодые всходы появляются уже на 10-й день. Таким образом, пожар для сосны Банкса является одним из способов распространения. За эту особенность она получила название «Дочь огня». Эта же особенность стала причиной серьезных пожаров в Соединенных Штатах. Есть такая птичка – сосновая древесница. Вид на сегодняшний день на грани вымирания. Причиной сокращения популяции стало то, что она устраивает гнезда на земле исключительно под молодыми соснами Банкса. Пока по полуострову регулярно прокатывались естественные пожары, птичка жила припеваючи. Ну вот леса взяли под строгий контроль и защиту. Но если нет пожаров, нет молодых Банксовых сосен, а без них и сосновые древесницы. Защитники природы забили тревогу. Была развернута целая большая кампания по спасению этой птички. Служба охраны лесов США отвели в Гудзонском национальном заповеднике где-то порядка 1600 гектаров под заказник вида, находящегося на грани опасности. Департамент охраны природы штата Мичиган выделил с этой же целью еще 3000 гектаров леса. На этих участках периодически под строжайшим контролем устраивались местные пожары. Сосны Банкса выбрасывали семена, поднималась новая поросль сосенок и древесницы устраивали под ним свои гнезда. Все шло хорошо, пока по рекомендации орнитологов не решили выжить сразу 80 гектаров леса, где росли самые старые высокие сосны. В итоге пожар вышел из-под контроля. И началось. Из всей площади леса осталось около восьмой части, нетронутой пожаром. Сгорел 41 дом, погиб пожарник, большинство животных не успело спастись. Только деревья были уничтожены огнем на полтора миллиона долларов. Вот такая история связана с сосной Банкса. Но если не пытаться самим разводить сосну, выращивая ее из семян и устраивая при этом массовые пожары, или высаживать Банксу на болотах, где она расти не будет, то лучшего растения сложно придумать. На мой взгляд, идеальным можно считать участок, где из посадок присутствует живая изгородь, несколько кустов гортензии и Банкса, вид дерева, который будет стоять у врат небес, чтобы открыть двери царства. На этом все. Приезжайте к нам в садовый центр за Банксами и другими растениями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось это видео, обязательно оставьте комментарий. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!